Одна моя знакомая, откусив грильяш, раскрошила себе зуб. С тех пор я и многие мои друзья отказались от этого лакомства. Хотя, откровенно говоря, я с детства обожаю грильяш. Но сегодня Аллочка Ковальчук решит эту проблему раз и навсегда. Она утверждает, что мы сами сможем дома приготовить вкусный и мягкий грильяш, который абсолютно не повредит зубам. Моя дорогая спасительница! Надюшенька, ты знаешь, дело в том, что с детства и я, и моя семья очень любим грильяш. Конечно. Но стоматология сейчас очень дорогая, и зубы нужно беречь. Сегодня я расскажу, как приготовить вкусный грильяш, но грильяш будет мягким. И этот грильяш не будет вредить вашим зубам. Ингредиенты необходимы для мягкого грильяша. Орехи грецкие, сахар, какао, лимонный сок, масло сливочное, горький шоколад и молочный шоколад. Ты знаешь, я рассказала Тарасу об этой истории с моей знакомой, что из-за грильяша она раскрошила себе зуб, и он решил, ты знаешь, какой он у нас экспериментатор, проверить на твердость грильяш. Вот давайте сейчас посмотрим, что у него получилось. Как я и обещал, сегодня будем проверять грильяш на твердость. Для этого сравним его с кирпичом, используя вот такие вот тиски. Они, как наша челюсть, прикусывать будут и конфету, и кирпич. Посмотрим, что же окажется прочнее. Приступаем. Для чистоты эксперимента мы берем и кирпич, и грильяш одинакового размера. Зафиксировали. Попытаемся сделать один оборот. Кирпич уже посыпался. Грильяш пока держится. Делаю еще один оборот и наблюдаю за результатом. Друзья, кирпич полностью рассыпался, а грильяш держится. Все-таки, насколько прочная конфета, друзья? Вывод напрашивается один. Есть твердый и несвежий грильяш, это все равно, что грызть кирпич. И даже хуже. Берегите зубы. Это какая-то катастрофа. Вот представлять себе, что любимая конфета, а грильяш очень многие любят, по твердости может быть как кирпич. Сегодня, опять-таки, я хочу сказать, у нас грильяш будет мягким. Но еще самое главное, что мягкий грильяш, он помог моей одной подруге похудеть. Грильяш? Но об этом чуть-чуть попозже. Кстати, Аллочка, ты знаешь, что вот этот твой секрет, как сделать грильяш мягким, это спасение для многих людей, которые грильяш любят, но не едят его, потому что зубы, как говорится, дороже. Боятся. И сегодня у меня в гостях две наши зрительницы, которые в свое время поделились с нами этой проблемой. Ну вот, грильяш и здоровье зубов оказалось в их жизни несовместимым. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Меня зовут Наталья. У меня была история, мне было лет 10, наверное, грильяш тогда был очень популярен, но у меня был неприятный инцидент, я сломала кусочек зуба. И родители с тех пор, в принципе, и запретили мне его покупать, и вот уже на сегодняшний день, мне 43 года, я больше ни разу не пробовала грильяш. Я и по сей день не верю, что грильяш может быть мягким, и в домашних условиях сама не готовила, но если вы сами попробуете его, то я тоже, наверное, рискну. Спасибо, Наташа. А вы, как вас зовут? Меня зовут Наталья. Тоже Наташа. Я также люблю очень грильяш, но тоже был один неприятный инцидент с этими конфетами, так как недобросовестные производители туда кладут не только орехи, а шкарлупки, камушки. Был неприятный инцидент с зубом, я его поломала, сделали пломбу. Стоматологи запретили кушать, но я, тем не менее, рискую. Но здесь вообще это какая-то безответственность производителей, чтобы ореховая скорлупа попала в конфеты на нарушение всех технологий. А дома мы можем очень внимательно за этим следить. А мы начинаем, мы прежде всего должны измельчить орехи. Если у вас нету кухонного помощника, вы можете это сделать с помощью скалки или просто-напросто нарубить ножом. Но мы будем использовать кухонную машину, которая нам поможет за считанные секунды изрубить 150 граммов орехов. Мы должны измельчить, чтобы не мука у нас получилась, а крошка где-то 5 миллиметров должно быть кусочек, как гречневое зерно. Если вы любите и хотите, чтобы у вас орехи в грилляже большие куски чувствовались, тогда вы делайте более крупную крошку. Всего благодаря одному повороту ручки мы сможем выбрать нужную скорость, а острые лезвия быстро и равномерно измельчат орехи. Самое главное, без особых усилий. Так, выключаем. Готово. Высыпаем. Все, все готово. Надюшенька, мы должны просеять орехи. Остается только крупные кусочки, а мука вся у нас уйдет вниз. Поэтому используем только крупные кусочки. Так, Наденька, сито тебе. Орехи. Еще одна пиала. Ты сейчас просеивай орехи, а я займусь приготовлением сиропа. Ставим сотейничек. Берем 150 граммов сахара и сразу добавляем 2 столовые ложки какао-порошка. То есть у нас такой шоколадный грилляж получится? Ой, какая прелесть, это еще лучше. Если вы хотите, чтобы у вас был карамельный цвет, какао не добавляйте. Тогда будет, как вы с сахар, сироп как уварите, цвет кремовый или чуть-чуть коричневый, такой у нас и будет. Но сегодня мы делаем шоколадный, поэтому добавляем какао. Это все перемешиваем. У нас сахар сейчас начнет таять. А Лусечка тем временем все-таки расскажет нам, откуда у нее такой необычный рецепт. Да, дело в том, что очень много моих подруг, я уже говорила, кто там в Испанию, кто в Италию, во Францию я уже говорила о подруге, которая уехала. И вот она приехала к нам, ну мы же сели, естественно, за столом, как там, что там. Рассказывала, рассказывала, а потом говорит. Девчонки, вы помните, как мы в детстве делали грильяж? Помните, как мы жарили сахар? Да, я говорю, а ну ты что, уже сейчас какой там грильяж, собственно говоря, действительно, зубы и стоматология очень дорогая. Она говорит, нет, мне нравится во Франции, что у них грильяж мягкий. Я говорю, да, ну брось. Слушай, на следующий день она сделала грильяж. Действительно мягкий был. Мы с Ими говорим, ну как, что? И когда она сказала секрет, и вот с той поры она дала рецепт, и я пользуюсь им. Грецкие орехи у каждого есть. А у меня их вот так, потому что у соседей же дерево большое. Такая вот логическая трепочка. У соседей большое дерево, у меня орехов грецких, во. Сахар есть у каждого, все готово и вкусные очень конфеты. И все-таки обо всем по порядку. Так, вот это вот мелкое нам не понадобится сейчас? Да, сейчас оно не понадобится. Надюшенька, давай буквально две столовые ложки отсыпем. Это для украшения наших конфет. Я беру сковородочку. А зачем? Для того, чтобы орехи хорошо соединились с нашим сиропом, их нужно обязательно прогреть. То есть температура должна быть одинакова. Поэтому сейчас я высыпаю орехи на сковородку. Сухая сковородочка просто мы должны прогреть их. А если разная будет температура? А, засахарить. Все правильно, да. Кристаллизуется сахар, и все, и не будет грильяш хороший. Начинает уже таять сахар, то есть уже дно сотейника увлажнилось. Так, орехи у нас готовы, Надюшенька. Я выключаю их, сниму, потому что сковородка горячая, они продолжают жариться. За сиропом, конечно, нужно следить очень внимательно, чтобы он не подгорел. Перемешиваем. Сахар почти полностью растворился. Похоже чем-то на шоколад. Конечно. Это уже само по себе вкусно. Сегодня это ингредиент для мягкого шоколадного грильяжа. Сироп наш готов, и мы сейчас проверим его готовность. Вот такая у нас мисочка. И мы ложечкой капаем. И пусть чуть-чуть подостынет. Готовый сироп не должен расплываться по тарелке. И когда он остынет, мы легко можем с него накатать в шарики. То есть это качественно сваренный сироп. В данном случае сироп шоколадный. Все, отставляем. Аллочка, два основных секрета этого вкусного десерта еще не раскрыты. Во-первых, как сделать грильяж мягким, а французский грильяж мягкий, как ты сказала. Во-вторых, как это похудеть с помощью грильяжа. За похудение опять-таки чуть-чуть. Не мучай меня. Нет, я сейчас расскажу, но скажу, что у нас горячий сироп. Мы должны сейчас добавить сюда сливочное масло. Вот секрет номер один, чтобы грильяж был мягким, мы добавляем сливочное масло. И вот пока Алуся смешивает сливочное масло с готовым уже сиропом, можно заметить, что карамель действительно держит форму, и эта капля не растекается. Я тебе расскажу, почему же моя подруга похудела на 2 килограмма. Вот она приходит, такая, знаешь, ой, Алла, где ты была? Там была в стоматолога, там все сделала, пломбочку вылетела. А я говорю, ты знаешь, конечно, это парадокс, это смешно, но я хочу тебе предложить грильяж. Говорю, Алла, ты в своем уме? Я вообще не ем грильяжа. Потому что ты очень твердая, я говорю, нет, ну давай поспорим, что мой грильяж будет мягким. Да нет, ну перестань, ну я же знаю, я же люблю грильяж. Короче, говорю, давай спорить. А на что? Я говорю, так, если я делаю мягкий грильяж, ты копаешь мой огород. А Луся сразу все в трудодни перевела. Если же нет, я копаю. Ну там огородика совсем 2 сутки, там мало. Ничего страшного, немножко потеряю калории. Дела я грильяж, говорю, давай, заходи. Пробует она и говорит, ну елки ж, моталки, ну он же мягкий. Я тебе говорила, что? Она такая стоит, говорит, да, грильяж классный, но придется немножко спинку разработать. Я говорю, ничего, скопала. И приход на второй день, говорит, Алла, ты знаешь, весы что показали? Что? Плюс? Она говорит, нет, минус 2 килограмма. Так, все, масса наша готова. Вот сейчас мы высыпаем подогретые орехи. А можно, Аллочка, я перемешаю? Мне так хочется готовить грильяж. Чтобы потом с чистой совестью его есть. Пожалуйста, Надюшенька, ты перемешивай. И сейчас мы добавляем еще один секретный ингредиент. Лимонный сок. Сюда? Да, именно лимонный сок не позволит нашей карамели засахариться. А-а-а. За лимонного сока карамель будет мягкой. Добавляем 2 столовые ложечки. Такая вот довольно густая, но при этом пластичная масса получается. Так и должно быть, потому что если жидкое, оно не будет держать форму. А сейчас у нас получилась масса, с которой мы можем легко и просто скатать конфетки. Аллочка, эту массу надо от меня забирать, потому что руки так и тянутся уже есть. Нет, все, ты уже соединила, все, спасибо. Оно так вкусно пахнет. Сейчас я пересыплю эту массу для того, чтобы она немножечко остыла. Это уже почти готовый грильяж? Да, конечно. Грильяж у нас в этой миске. Но мы будем сегодня кушать не просто грильяж, а мы сделаем конфетки шоколадные. Покроем черным шоколадом и молочным шоколадом. И еще украсим орехами, которые остались, и белым шоколадом. Эту массу я отправляю в холодильник, чтобы она подостыла. Кажется, я начинаю понимать, для чего нам нужна паровая баня. Топить шоколад? Да. Отлично. Вода кипит. Сначала давайте растопим черный шоколад. Знаешь, Аллочка, ты сегодня такие прекрасные секреты раскрываешь, как приготовить мягкий грильяж, что мне тоже очень хочется тебя хоть чем-нибудь порадовать. А я знаю, что ты всегда рада, если я тебе предлагаю выпить чашечку кофе. Ой, Владюшенька, ну конечно же, давай, с удовольствием. А, Лосенька, вот кажется, все настолько просто в приготовлении этих замечательных конфет. Какая все-таки ошибка может испортить грильяж, даже такой мягкий? Первым делом это то, что орехи нужно обязательно просеять. Нескафе классик. Все начинается с Нескафе. Масса наша, тепленькая водичка, Надюшенька. Ты знаешь, для чего? Для того, чтобы сделать плотненькую конфетку, мы должны хорошо ее утрамбовать, правильно? А для этого мы увлажняем руки водой. Немножечко, да? Немножечко. Берем эту массу, вот так катаем, Надюш. Надюшенька, вот такие конфетки получаются у нас. О, Боже, какая прелесть. Вот я раз увлажнила, этого достаточно. Но старайтесь так вот плотненько сделать конфетки такие. Ты катай конфеты, а я же слежу за шоколадом. Почти готов. Действительно, очень интересная такая, плотная, но мягкая при этом консистенция получается. Я так невольно прощупываю, а можно ли об это сломать зуб. Слава богу, нет. Ала! Без меня вот так вот... Надюшенька, извини, повар должен первым попробовать. Кстати, Аллочка, совершенно очевидно, что домашний мягкий грилляж будет в разы дешевле, чем если покупать в магазине. Ты заметила, насколько подорожали конфеты? Так, снимаем молочный шоколад. Значит, я вот уже 10 конфеток сделала. Ты знаешь, мне кажется, в целях безопасности для фигуры все-таки лучше остановиться. Так, Надюшенька, все, давай мы остановимся, а это я уберу в холодильник, потом доделаем. То есть из этого количества ингредиентов, которые Аллочка сегодня замесила, получится больше конфет? Да, получится где-то 20 в таких вот конфетах. И есть еще один замечательный момент. Знаешь, как диетологи говорят? Даже если вы очень тщательно следите за фигурой, а вам хочется сладкого, съешьте немного на завтрак в первой половине дня. Особенно если это будет приятным дополнением к действительно полезному завтраку, идеальное сочетание получится. Шоколад готов, и сейчас что мы должны сделать? Теперь я беру эту дощечку и отправлю буквально на 5 минут в холодильник, чтобы конфетки подостыли чуть-чуть. Сейчас я готовлю зубочистки и картофель. А зачем нам картофель? Сейчас ты догадаешься. Мы картошку, Надюшенька, разрежем пополам, вот так вот поставим, и сюда вставим и наши конфеты зубочистки. Здорово. Давай разрежем. Да. Все готово, зубочистки готовы. Наверное, конфетки уже подстыли. Так, я достаю конфетки, аккуратненько. Так, готовы наши конфетки-заготовочки. Теперь, Надюшенька, бери зубочистки, и мы должны конфету аккуратно, чтобы не разломать, одеваем на зубочистку. Вот делаем такой чупа-чупс. Наденька, тебе молочный шоколад, а мне черный шоколад. Наклоняем шоколадик и вот так вот тщательно, хорошенечко, не жалейте шоколада. И прокручиваем лишний шоколад, так вот будет сползать. Наденька, ты молочным шоколадом покрываешь и сразу... Сразу ешь. Нет. И сразу орешками обсыпаем, чтобы сразу пристало, и просто у нас светлый молочный шоколад будет с орехами, а темный шоколад у нас будет с белым шоколадом. Прокручиваем. Вот уже видно, что шоколад у нас не стекает. Вот он, ежик. Да, красиво. И, пожалуйста, в картошечку, Надюшенька. Подставочка. Есть. Даже если у вас немножечко шоколад стечет на картошку, это не страшно. Картошка в шоколаде, правда? Так, следующую конфетку. Надюша уже декорирует орехами сразу, а я чуть-чуть попозже. Да, Аллочка, но я считаю, что вот это уже такой праздничный вариант. Это, знаешь, праздничный. И такая конфетка вот именно вкусная, дорогая конфета. И отправляем на пять минут в холодильник. Пять минут нужно конфетам, чтобы застыть. Потом мы будем украшать их белым шоколадом. Аллочка, пять минут назад мы отправили конфеты в холодильник. А теперь... Достаем. Не просто достаем. Я-то все жду, когда мы их пробовать будем. Но они еще недостаточно красивы, по мнению Алуси. Вот смотри, конфетки наши стали матовые. Я обещала, что мы сделаем декор из белого шоколада. Надюш, я заранее растопила белый шоколад точно так же на паровой бане. Взяла полиэтиленовый кулечек, вылила сюда шоколад. Беру, Надюшенька, ножнички и отрезаю чуть-чуть, чтобы дырочка была маленькая. Чтобы тоненькие линии были. Тоненькие линии были, да. Возьмите грецкие орехи, какао, сахар, лимонный сок, сливочное масло, черный шоколад, молочный шоколад, белый шоколад и тертые грецкие орехи для украшения. Измельчить и просеять орехи. Смешать сахар, какао. Варить на медленном огне до получения сиропа. Подогретые измельченные орехи и сливочное масло добавить в сироп. Тщательно перемешать, сняв с огня. Влить лимонный сок. Перемешать. Остудить смесь. Увлажненными руками сформировать шарики. Охладить в холодильнике в течение 15 минут. Растопить шоколад. Покрыть им каждый шарик грильяжем. Поставить в холодильник до застывания шоколада. Для украшения полить белым шоколадом. И посыпать измельченными грецкими орехами. Теперь не обязательно спешить в магазин за грильяжем. И при этом сомневаться, какой именно грильяж попадется. Будут зубы целы или нет. Потому что мы научились готовить мягкий, вкусный домашний грильяж. Угощайтесь, пожалуйста. И мы насладимся этими домашними качетами. Начинаем с молочным шоколадом. Давай. Как хорошо пахнет. Как вкусно. Я откусила. Я жую. Легко. Я не могу. Я боюсь. Потому что я не смогу остановиться. А я не боюсь. Впервые я пробую грильяж, который буквально тает во рту. Ну, давай у Наташи спросим, понравилось ли им. Вкусы у этих конфет действительно изумительные. Очень мягкие. Ну и радует то, что они сделаны руками. Совсем другое дело. А вы, Наташенька? Для себя открыла новый мир грильяжа. Осторожничала зря, как выясняется. Очень мягкие, нежные. Аллочка, а что это мы остановились? Да. Продолжаем. Теперь давай с черным шоколадом грильяж попробуем. Это еще вкуснее, чем обычный грильяж. Но никогда еще не было так легко и приятно готовить грильяж. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Привет, Ютуб. Если вам понравилось это видео, жмите подписаться. И тогда все лучшие рецепты от Аллы Ковальчук вы будете знать первыми. Подруги обзавидуются. Субтитры подогнал «Симон»